В саду Домского собора уже сегодня начинаются традиционные, еженедельные летние кинопоказы. Но в этом году зрителей ждут не художественные фильмы, а документальная кинохроника Латвии с 20-х по 90-е годы 20-го века. То, что долгие годы хранилось в архивах. Галина Сладовник расскажет подробнее. В кинохронике во все времена было много политики и пропаганды, но организаторы показа, Национальный киноцентр, говорят, что сделали акцент на другом, на повседневной жизни Латвии. Как происходит, рано утром в 5 часов уборка возле монумента Свободы Бреви и Беспременной, там вокруг, или как в предместьях Риги, которые сейчас мы знаем, Туорнякаунс, например, застроен домами. Там еще сплошные большие поля, за которыми далеко можно видеть башни Риги. Все киносеансы, а их будет в течение месяца 4, предваряет небольшая лекция. В этом году приглашены два историка, публицисты и политолог. Сегодня со зрителями о событиях 20-х, 30-х годов прошлого века поговорит Ива Сепс. Политолог признается, ему и самому было интересно узнать, как презентовали себя в то время политики и как выглядела Рига 100 лет назад. Появляются большие предприятия, которые рекламируются. Ну, скажем, Чуза нынешняя, Стабурадзе, это кондитерская фабрика, там очень долго и очень интересно. Показывает, как они в там времена, в те времена тут печенье пекли, шоколад делали. Это во многом происходило вручную и там такие, ну, скажем так, интересные вещи наблюдаются. И потом, конечно, Улман. И Сулман очень любил и фотографироваться, и сниматься в кино. И в этом смысле тут довольно много всех этих его, скажем так, выступлений и так далее. Некоторые кинокадры показывают, как люди представляют свое будущее. Например, Рождество 1939 года. Тогда кинодокументалистам казалось, что Вторая мировая война Латвию обойдет стороной. Там как раз очень наивно смонтирован этот контраст. Какие-то боевые сцены из Европы, где уже бомбят и фронт, и солдаты. А в Латвии, в заснеженном лесу, бегают косульки маленькие. И все так наивно и смешно. И Карл Сулман гладит головки детям у елочки праздничной. Кинопоказы в саду Домского собора начинаются сегодня. Зрители увидят кинохронику 20-30-х годов. 19 июля будет показана хроника 40-50-х. Лектор и историк Каспар Зелес. 26 июля 60-70-е годы. И рассказ о них историка Венца Звайгзне. 2 августа 80-90-е годы. И лекция публициста Сармите Эллорте. Начало в 22.30. Вход бесплатный.